Я видел голых женщин, убегавших на поле. Ругал Рубин, я ругал его искренне, от души. Видел, как Вагнер Лап провожает собаку. Сегодня от души, искренне, я его поздравляю. Всем привет! Вот мы снова на Казани-арене. Сегодня матч Рубин-Краснодар. Я снова с сыном. Я всегда приезжаю на стадион самым первым, чтобы не было никаких вопросов на входе, потому что немного страшно. У нас всего двое, и там примерно 50 охранников. Все 8 человек проверяют мой рюкзак, шарят по карманам, просят все вывернуть. Важное наблюдение. В чаши-арены намного жарче, чем за ее пределами. То есть сейчас, когда я подъезжал, на термометре было 33 градуса, а тут, наверное, все 36-37, потому что там духота. Лучше даже не пить пока. Еще из важных моментов моя сестра, которая астролог и частенько промышляет тем, что делает прогнозы на предстоящем матче, сказал мне такую важную деталь. Она сказала, что в этой игре будет быстрый гол, но я не знаю, насколько быстрый. Для меня быстрый это до 15 минуты. Но главное, она сказала, что в этом матче произойдет что-то удивительное. За те 30 лет, что я смотрю футбол, меня уже практически нечем удивить. Я видел голых женщин, убегавших на поле. Видел, как Вагнер Лав провожает собаку. Ну, то есть, видел, как какой-то дрон с флагом Косово приземляется в центральный круг. Я не знаю, если выбежет Леопард на поле живой или забьет Владислав Игнатьев. Это будет удивительно. В остальном даже интересно, что же это такое. А если немного о серьезном, то вообще на этот матч я так загадал довольно очень такую серьезную аналитическую фишку. Мне кажется, что сегодняшний матч для Леонида Слуцкого это момент истины. Потому что с такими серьезными командами он еще не играл. Были крылья дома, недавно Оренбург, был Тамбок, Урал. Но тут Краснодар. Это команда, которая бьется за Лигу чемпионов. Богатая команда с поставленной игрой. И что нынешний Рубин, который, между прочим, Леонид Слуцкий работает уже почти, даже больше, чем полгода, что он сможет показать дома на хорошем стадионе против такой очень сильной команды. Это весьма интересно. Я не говорю о победе. Это было бы уж слишком шикарно. Но о чем-то таком, о каком-то массовом таком прорыве в игре, вот это мне бы увидеть хотелось. Если нет, то все вот эти беспонтовые перекатывания мяча в середине поля и красивые слова на пресс-конференции так и останутся словами, как по мне. Вы знаете, как я люблю обращать внимание на мелочи. Для меня всегда очень много значила разминка. Администратор Краснодара расставил фишки. Представляете, сколько упражнений. Смотрите, 10 мячей в ряд сначала. Потом он тут на чистоту ног оранжевый. Вон там вот еще, еще какие-то треугольники, вратария отдельно. У Рубина в этом плане попроще, но тоже что-то есть, конечно. Но упражнений при матчах явно меньше. Так, судьи вышли на поле. Обслуживает судья Васильев. При нем Краснодар выиграл два матча из двух. Рубин в этом сезоне он еще не судил. Краснодару нужна победа. Напомним, кровь из носа. Он взял за лигу чемпиона в этой команде. Ну что, как пел с той песней? Первый тайм мы уже отыграли. И успели понять, что Слудский действительно подготовился. И Анид Викторович был прав. Все дело в пространстве. Сегодня у Рубина получается игра. Но, вернее, видно. Видна тренерская идея. Понятно, во что Слудский хотел играть. Естественно, что исполнитель у Краснодара сильнее. Сейчас в втором тайме должен выйти, я думаю, Ману Фернандеш, Олсен сядет наконец-таки Шапи Сулейманов. И Рубином будет еще сложнее. Но пока, после первых 45 минут, обнадеживающе, так скажем. Сенсационная победа Рубина. Молодцы. Лучший матч Леонида Слудского на посту главного тренера. Скамейка радуется. Микроклимат хороший. Рубин выиграл. Поднялся на 9-е место. И сравнялся по очкам с московским Спартаком. Уф, только что вышел со стадиона. Эмоции еще бурлят. Ну что, надо быть объективным. Когда я ругал Рубин, я ругал его искренне, от души. Сегодня от души, искренне я его поздравляю. Это была лучшая игра Рубина при Леонида Слудском. Важнейшие три очка. Был виден рисунок игры. Сегодня было понятно, как команда хочет играть, чего она хочет добиться. И вообще, это был такой неплохой фундамент, плацдарм на будущий сезон. То, о чем говорил как раз Слудский очень часто. О том, что команда строится и так далее. Вот с таким соперником, который, ну, признаемся, давал играть. Давал именно делать то, что удобно для Рубина. То есть, отдавал ему пространство за спиной. Забирал себе мяч. А резкие контратаки проходили. В конце концов, разыгрался Влад Игнатьев. Наконец-то. Короче говоря, всех с победой. Следующий матч у Слудского с ЦСКА. Это уже его личная драма. То есть, как он свои правила бывших разыграет. Очень весело посмотреть на это. Сезон заканчивается, но скоро начнется новый. Таков закон Сансары.